Этим летом Lexus пообещал привезти обновленный внедорожник GX. Предполагалось, что премиальный родственник Land Cruiser Prado будет стоить меньше 6 миллионов рублей. Однако на старте продаж раскрылся другой ценник – 6 миллионов 100 тысяч. Напомним, что новинка отличается по свежевшим интерьерам. Так, сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10 с третью дюйма переехал повыше, сместив вниз дефлекторы вентиляции и блок климатики. Помимо нажатий по самому экрану, покупатели смогут воспользоваться сенсорной панелью Remote Touch. Это такой тачпад, что расположен возле селектора автомата. Сама медиасистема новая, с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также предустановленными приложениями от Яндекса. По технике изменений нет. Безальтернативная атмосферная восьмерка выдает прежние 300 сил, а дизель, что ценится покупателями родственного Prado, на Lexus не ставят. А еще вскоре россиянам предложат свежее поколение младшего кроссовера NX. Первыми прибудут мощные полноприводные варианты с восьмиступенчатым автоматом и 200-сильным атмосферником. Открывать гамму будет версия NX200 с двухлитровым мотором, вариатором и передним приводом. Но появятся такие примерно через полгода. А статус флагманского примерит турбированное исполнение отдачей 279 сил. Причем дефорсировать движок ради меньшей налоговой ставки компания не хочет. Комплектации будут четыре. В начальную комфорт войдут продвинутая медиасистема, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, бесключевой доступ и комплекс, ассистирующий водителю электроники. Продолжим обсуждение новинок. Kia K5, самый продаваемый седан среднего класса на нашем рынке, заполучил новый логотип марки и свежую палитру цветов. Плюс маркетологи перекроили наполнение комплектаций. Притом базовые версии стали заметно богаче. Со сменой модельного года K5 разом подорожал на сумму от 35 до 125 тысяч рублей. Сильнее других прибавил престиж. Кому перепали старшая медиасистема, фирменная телематика, акустика Bose и электропривод правого переднего кресла. И совсем коротко. В Калининграде стартовал выпуск обновленных хэтчбеков и универсалов Kia Seed. Продажи машин, собранных из словацких машинокомплектов, начнутся примерно через месяц. А о ценах пока молчок. Но стартовая цена повысится, ведь из гаммы исключена механическая коробка. С базовым атмосферником 1.6 теперь сосуществует лишь шестидиапазонный автомат.